здравствуйте здравствуйте ну вот как правило в это время суток раз в неделю я рассказываю про всякие заговоры там рептилоидов еще что-то вот про всю вот эту вот русофобию ну как знаете на телевидении так повелось приглашают всяких людей загадочных профессий например есть такая профессия эксперт да или политолог вот ну я решил немножко отойти от этого шабала будем как бы подразвлечь вас некоторым образом ну во первых почему потому что сегодня праздник праздник сухопутных войск украины это раз с праздником вас во вторых я решил пригласить людей как бы деятельных весьма вот например сегодня у меня в гостях танкист наводчик танка 17 отдельной танковой бригады герой дебальцева дед черепашка он же игорь свинчук здравствуйте добрый день доброго дня по украински а также у нас сегодня еще один совершенно не банальный человек один из ветеранов правого движения украины он был одним из основателей ого-го правого сектора он был главой политсовета правого сектора это андрей поляк бондаренко слава нас смерть врагам придется мне ответить просто я не знаю такая традиция что же поделаешь я подозреваю что некоторые люди сейчас на оккупированных территориях только тоже так тихонечко конспиративно тоже сказали смерть врагам ну что же вот я выпачиваюсь у вас ци крова у вас это кровь русскоговорящих младенцев или не ца выжить и снегурица фреш а понятно что ли я не знаю ну ладно шучка вот вот такие у нас дела на общественном телевидении тут в украине делается ладно как правило я вот каждую программу начиная какой-то такой некой сводкой таких международных событий вот япония не намерена подписывать с россией экономических соглашений которые противоречили бы политики санкций наложенных на москву странами большой семерки после аннексии российской федерации украинского полуострова крым об этом заявил министр экономики торговли и промышленности японии хиросиге секо в понедельник 12 декабря но знаете японцы они такие не каш могут и заявить чего а вот китайцы помалкивают я бы вот как китаист да есть меня такое образование вот я бы больше боялся китайцев во-первых скоро их будет два миллиарда это раз во-вторых некое количество из них уже тихо и сапой там сибирь пробрались в общем-то и трудолюбивые ребята вытесняют в общем-то русских то из всех сфер в сибири вот я бы как бы ну об этом бы задумался но ладно китайцы еще свои слова несомненно скажут вот 6 декабря в минске задержаны журналисты которые работали на россию там подписывали всякие поганые статейки как бы беларуси свинтила их и в общем-то разобралась ситуации предъявлены им очень такие знаете обвинения ну сидеть будут в общем-то коллеги что я могу сказать пропаганда это дело такое весьма паршивое и чреватое тут с одной стороны деньги платят а с другой стороны можно как бы как бы бы беларуси посидеть вот так то вот вроде беларусь смотрите союзник такой россии но нет батька лукашенко он не так прост что то есть в этой картошке то такое да это вам не кислый штита но поговорим то о другом дед черепашка вы как бы герой дебальцева да был бой когда вы на бмп выехали против российского танка до получили ранение но тем не менее как ни удивительно бмп и танк это совершенно разные весовые категории но показали что в общем то суть не в том не только что я вышел против танка а что бмп скажем так с российской стороны вышла против российского танка почему так ну вы понимаете что когда вот эти вот вежливые зелененькие уродики заняли крым они завезли российское более новое вооружение наше вооружение которое было там поехала на донбасс воевать которые отжали украинской армии она так хорошо повоевала что мы понимаете отжали это бмп у россиян они там удирали удирали попали в болото короче в общем утонули на этом бмп и его отремонтировал ну и как раз очень вовремя чтобы испробовать его на российском танке но больше он не стрелял ну а насчет бмп которая утонула ну одного мы понимаешь ты достали я надеюсь это вот шлемофон он остался с него то есть получается этот шлемофон он приехал этот саджат к нам сюда воевать ну ему понравилось понимаете он захотел все-таки в рабах остаться да у нас же два раба ну и как он ничего ворудовая ночи чем в россии да да намного хорошо будет что штурка горится облагораживает человека да да на войне всякое бывает ну это война так что присылать еще надо не лезь куда не надо ну не останется от тебя шлемофон над я бы сказал присылайте еще но мы уже побили все что можно было поэтому они уже напрямую присылают с россии ну мы не против принципе пусть присылают нам надо вооружение ведь у нас как-то бедненько там порошенко хвастается хвастается ну то чем он хвастается извините мы не воюем она не воюет знаете такой некий украинский феномен у нас как-то вообще там где два украинца там три гетьмана и вообще быть гетьманом в украине вещь весьма неблагодарная да да не секрет что богдан хмельницкий носил под шапочкой металлическую еще миссерку чтобы его там как бы такие весьма демократично настроенные казаки чтобы его там не приложили чем-то тяжелым видать прецедент это были но он не сюда хвастался тяжело быть президентом украине как же россия вам понятно вот ну тем не менее вот посмотрите это лицо украинского карателя и 17-й танковой бригады ужасный каратель видите вот но я другого не пью извините ну кровь младенца вот у меня но только русскоговорящих я прошу прощения у меня сразу как бы напрашивается логический вопрос вы тут эти с российского водителя бмп шлемофон принесли а пьете кровь в российском овных младенцев а вот вы трусики часом не принесли от вот того мальчика который который распятый его его на танк возили там вот дело в том что вы понимаете ну трусики ну как фетиш у меня лежит дома так что ну просто жаба задавила нести ну вы даете ладно так в принципе ну если бы один у нас много таких понимаете мы любим распинать артефактом не на один музей там же тоже знаете на футбольное табло раз прибили до англичане тоже русскоговорящего младенца 33 лет распяли как иисуса христа прибили на табло вы разве это не смотрели не читали да слушайте я его знаете вот для потехи смотрю российские каналы ну действительно как поучительно да куда нам до них то ну надо это испильное целы бачи не тут развели не разрешает можем только шутить вот посидим пошутим сейчас ну собственно говоря серьезном вот серьезном это вот второй гость это же чудовищные люди этими людьми еще пугали население крыма когда еще даже правого сектора то не было да были такие поезда дружбы он со там приезжала запугивать собственно русский мир который еще тогда так даже так не назывался в крыму и 91 год кажется был да ну вы знаете запугивать это слово неправильно нужно говорить так как она есть нужно просто делать то чего не делает любое другое телевидение говорить правду никто не собирался запугивать на этом вы сказали любое телевидение говорит правду что такое любое другое телевидение говорит не правду а вот мы как раз вот здесь собрались для того, чтобы именно правду и сказать. А вот это попробуем. Вы знаете, на этом поезде было написано «Гасло», по-русски это лозунг, и там было написано так, Крым будет или украинским, или безлюдным. Так вот, те люди, которые собрались и ехали туда, они полностью и идеологически, и профессионально, и в общем-то по подготовке своей отвечали этому лозунгу. Они собирались сделать Крым или украинским, или безлюдным. Результат всем известен. Крым на долгое время после этого был украинским. Так как на некоторое время пришлось немножечко переформатировать работу украинской железной дороги, именно именно только в связи с этим получилось сделать псевдореферендум, и Крым теперь наш. А у меня логический вопрос, а что же вы вот именно, чем вы занимались, когда отжимали-то Крым? Ну, на самом деле, задачей всех правых было нести ту правду, энтимология слова, правый, правда, правильный, правило. И правый в русском языке используется как синоним того состояния человека, когда он прав. Ну, прям, я в Нави правь. Абсолютно верно. И вот как раз те люди, самосознание которых, образование, и их, в общем-то, ну, скажем, положение в обществе достигло того, что они стали правыми и в спорах, и в речах, и в жизни, и в поступках. Именно эти люди являются ядром украинских националистов в Крыму. Это люди, которые сейчас с большим удовольствием, аккуратненько получили российские паспорта, потому как раньше это было сделать, ну, крайне сложно, понимаете, почему. А сейчас у них есть все возможности для того, чтобы абсолютно спокойно с российским паспортом находиться на территории Российской Федерации в любой ее точке и заниматься той деятельностью, для которой этих людей готовили десятилетиями. И они делают эту работу успешно и, поверьте, очень правильно. Ничего себе. Слушайте, вот задерживают там каких-то диверсантов в Крыму. Ну, может, действительно, я не знаю. То есть, россияне говорят, диверсанты украинские. Украина говорит, нет, не диверсанты, в общем-то, просто поехали туристами. Или вообще там просто жили. То есть, вы хотите сказать, что, ну, вот есть, я думаю, что есть устремление там украинской разведки в эту сторону. Они не могут не быть, да, логично. То есть, иначе тогда грош цена этой разведки. Вы хотите сказать, что ваша агентура более действенна, чем украинские спецслужбы? На самом деле, украинская разведка делает свою работу. Она ее делала, делает и будет делать. И, возможно, тем задержанным на территории Крыма, которым и сегодня предъявлены абсолютно глупые обвинения, возможно, им попытаются инкриминировать какие-то действия, связанные с украинской разведкой. Хотя, ну, я, знаете, не могу раскрывать какие-то моменты работы оперативной, не имею на это никакого права. И не буду этого делать ввиду понятных абсолютно обстоятельств. Скажу вам одно. Когда украинская агентура в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации берет перебежчиков и предателей Украины, арестовывает их и выдает их за сотрудников украинских спецслужб, я аплодирую, точно так же, как аплодирует вся Украина. Пускай они этих диссидентов задерживают и дальше, пускай они предателям любые срока, любые наказания делают. Самое главное не забыть про простые вещи. Ну, ярчайший тому пример, город так называемой славы русских моряков Севастополь, в котором все улицы, еще во времена почившего уже в Бозе Советского Союза, названы именами украинцев. И Матрос Кошка, и Корнилов, и Нахимов, и многие-многие другие, это украинцы. И их дети, правнуки, это не Фома Роства непомнящий, это люди, которые четко помнят свои корни, которые знают свое происхождение и которые делают свою правильную работу, они правые, они будут правы. И в конце концов, очень много людей очень сильно удивится, когда они увидят то, что будут делать их соседи, которые ходят, ну, чуть ли не с иконами Путина. Вы очень сильно удивитесь, и это будет очень скоро. Ну, коль уже заговорили про такую вот агентуру вот такого глубокого бурения, то, ну, все вы знаете, да, и наши зрители о том, что сейчас продолжается трагикомическое, скажем так, путешествие авианесущего крейсера Кузнецова. Да, Веча опять второй уже самолет утопили. И есть в Украине такой сайт-миротворец, там, где вот собирают всяких там биографии удивительных людей. И вот этот сайт-миротворец заочно, как бы, ну, персонально, потом чуть позже вручит медаль, медаль тому летчику российскому, который утопил российский же боевой самолет вот на этом крейсере. Ну, получается, агентура. Ну, такое дело, я не знаю. Ну, вот, Дед Черепашка, да? Вы, смотрите, вы ведь крымчанин. Я просто хочу продолжить немножко этот вопрос. Как вы от крымчанина докатились до карателя? Мы ждали героя России. Ну, вот я задавал вопрос там по российским сайтам. Сколько нужно российских голов отрезать, чтобы стать героем России? Я бы не против, да? Все-таки деньги там за героя неплохие платят. Ну, какая мне разница, стрелять их с танка или резать? Правда? Не, ну, если Кадырову дали героя России, ну, почему не дать летчику, который утопил самолет? Мелочь-то какая, господи. Это же не российские солдаты, правда? Ну, и в продолжение, я с вами согласен абсолютно насчет того, что Россия, да, там разведка работает четко, они ловят украинских вот этих диверсантов. Мне единственное возникает вопрос, а сколько этим диверсантам платят перед тем, как их задержать, чтобы они признали себя российскими диверсантами? Ну, похоже, им платят визитками Яроша. О, да, да, да. Кстати, у вас нет с собой? Вполне возможно. Вы знаете, последняя партия как раз ушла в Крым на оплату труда резидентуры, поэтому прямо сейчас, к сожалению, ничего не закончилось. Закончилось. Ну, ладно. Ну, мы будем надеяться на продолжение визиток, так что визитки Яроша очень мало. Цветной принтер никто не отменял, я понял. Ну, вы понимаете, тут вот я еще был в Крыму. Еще и визиток Яроша-то не было. Не было, не было, но пошел слух, понимаете, ну, правый сектор, это вот как привидение, да вот оно, вот оно, вот оно, вот оно везде, и никто его не видел. Ну, страшненько. Ну, вот прибегает ко мне, значит, один вот такой вот товарищ, ну, он не прорусский, может быть. Но все равно перепуганный, на всякий случай. Правый сектор заходит, что делать-то? Все. Я говорю, ну, и когда? Ну, говорит, через неделю зайдет, говорят. А это 14-й год, да, вот, джим Крым? Да, 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 вот после Майдана я пришел в Крым, начали эти зеленые человечки, только начали заходить. Вот правый сектор, значит, выбивать их там будет, и нас будет всех выбивать, вырезать. А я говорю, да не вопрос, ты за меня, говорит, словечко замолвишь, ты же майдановец. Я говорю, да не вопрос, ну, только, говорю, ты же должен этого быть достоин. А что для этого надо? Я говорю, когда зайдут? Ну, говорят, через неделю, не через 10. Я говорю, ну, надо украинский язык, наверное, чтобы я же за тебя словечко замолвил. Да не вопрос, выучу. За 10 дней. Ну, еще надо научиться громко кричать, слава Украине. Вы знаете, я у него через 4 дня экзамен принимал. А слушайте, а как у него-то дела сейчас? Дело в том, что он потерялся. Ну, много довольно-таки знакомых. В смысле потерялся? На тебе такое тревожное слово потерялся? Не, он потерялся ни в плохом, ни в хорошем смысле. Он просто потерялся, у меня нет его номера телефона. Но он прибежал, значит, там, ну, правый сектор почему-то решил не вырезать у нас там в Керчи людей. Я не знаю, почему у вас такие появились, эти самые непонятные какие-то для правого сектора причины. Но очень многие друзья мне звонят, и когда я спрошу, как у вас дела, они или начинают мне рассказывать о моем здоровье, или говорят, слышишь, давай мы опустим этот вопрос, ты лучше расскажи, как нам на Украину переехать? Знаете, ни у правого сектора, ни у УНСО нет, не то что никакого желания, нет задачи такой вырезать собственных адептов. Какой смысл УНСОВцам или ребятам из правого сектора вырезать население Керчи? Если население Керчи 92% являются нашими сообщниками и адептами, зачем нам уничтожать собственных адептов? Ну, это глупо. Да, но дело в том, что то, о чем мы сейчас говорим, разумные люди-то понимают, о чем я говорю. Ну, так слушайте, даже если сейчас нас посмотрят, например, какой-нибудь тупорылый ФСБшник, он же все равно не поймет, о чем идет речь. Потому что единственный язык, который они понимают, это чемоданы с долларами и больше ничего. Прошу прощения, вы что, какое-то шифрованное послание передаете сейчас, пользуясь именно возможностями общественного телевидения? А вы не зря работаете, я слушаю. Я человек в очках, я вас всех вижу на сквозь. 8% сказать по-татарски, ребята, мозги с кма. Я не понял, чем это было. Ну, татары поймут. Я понял. Ну, тем 8% россиян, которые там бегают с флагами и прочим-прочим, тут это послание. Я татар, которые борются до сих пор за Украину, кстати, в отличие от очень многих. Татары серьезно борются за Украину. Что интересно, не за татарскую автономию, вы понимаете? А за Украину. Это тоже, скажем так, наши адепты, наши разведчики и наши диверзанты. Но их не ловят. Замечте, их не ловят. Их не ловят. Ну, как не ловят. Вот сидят постоянно, фабрикуют против них дела. Вот Чайгос опять же тот же. Опять ему продолжили, так сказать, арест. И даже украинский МИД высказался по этому поводу. Ноту некую дал. Но я хочу сказать о другом. Вы вот все говорите. Знаете, я попытаюсь немножко со стороны на это все посмотреть. Вы говорите там о своей агентуре и все остальное. Но крымские татары, они ведь, собственно, и исторически, и этнически очень близки к Турции. Очень. Вот этот вот турецкий парень, он президент, он как бы то дружит с Россией, то начинает и таганчик подсовывать. И, в общем-то, как бы вот крымские татары, это тоже один из таких моментов, которые активизирует он их. И, собственно, и что будет дальше? Очередь на Керченскую переправу? Ну, вы знаете, нет ничего проще ответа на этот действительно, ну, как бы, видимо, сложный, но, на самом деле, очень простой вопрос. Это некая месть, это вот та историческая память, которая не дает Москве спокойно спать уже тысячелетия. Ну, прям-таки, Москве-то всего-то лет до ничего. Что вы говорите, какие тысячелетия? Там болото было тысячелетия назад. Тысячелетия почти, почти тысячу лет. Жабы квакали. Почти тысячу лет, как пятый Улус Орды организовался на этой территории. Даже не четвертый. И там 700, и там 700 лет назад, по крайней мере, ну, они так утверждают. Они так утверждают. Они построили город. Но, на самом деле, какая-то публика там была, организована или не очень. И главной задачей их московского царя была татарского хана под усы, на ручках, на трон, поклониться, отдать дань и все остальное. А по сегодняшний день этот ужас, это унижение они забыть не могут. Именно поэтому такая реакция у них как на крымских татар, так и на их союзников турков. Но надо отметить, что при Петре Первом еще возили подарки в Ордуар. Да, была в тот момент резиденция была в Крыму. В том числе и этот факт не дает спокойно спать тем правителям сегодняшнего московского каганата, которые сегодня там правят. Но это, на самом деле, это какие-то, знаете, такие несущественные детали. Главное-то, фундаментальное в этом во всем то, что нечем больше крыть. Вот, вы знаете, когда выходит президент к своей стране, он должен хотя бы что-то своему народу сказать, он хотя бы что-то должен показать. Когда нечего ни сказать, ни показать, начинаются исторические вот эти вот экскурсы, параллели. А вот помните, когда-то, 300 лет тому назад, была я как Буратино молода, и именно тогда нас обидели. А вот сейчас я молодец, вот я делаю вот это, то, что никого, собственно говоря, не интересует давным-давно. И никаким образом на жизнь россиян в Тюмени, в Москве или ситуативным россиянам в Крыму, ну, никаким образом не помогают, ничего не делается к жизни совершенно. И вот как только люди перестанут думать, ну, тем местом, из которого выводит добро организм, и начнут думать головой, они поймут, что на самом деле правителям сказать нечего, предложить обществу и народу нечего. И вот тогда, вот все те люди, которые с большим удовольствием, с радостью получили паспорта, сейчас являются сотрудниками Министерства внутренних дел, вся Альфа Крымская, которая перешла, и все остальные в час Че, они себя обязательно проявят. И поверьте, вот то, чем гордится человек на букву «Х» с фамилией Путин, без единого выстрела, знаете, блицкрик будет еще более успешным и быстрым, чем то, что они сделали. Они очень сильно удивятся, это будут какие-то минуты. Вы меня пугаете. Нет, я вас обнадеживаю. И народ Крыма, который почему-то так себя назвал, но это украинцы, я обнадеживаю, не пугаю. Ну, Дед Черепашка, тут уже там про Буратино, Черепаха-Тортила, Дед Черепашка. Вот вы родом из Крыма, да, вот вы там жили. Вы в Крымском Беркуте, да черт возьми-то были, оказывается. Посмотрел вашу биографию. Да, был я в Беркуте, когда Беркут был организован, первые дни. У меня даже есть неподдельное удостоверение, в котором штамп поставлен на компьютере. Ну, вы знаете, в Украине немногие хвастаются на все штампы. Поэтому мокрый штамп – это подделка, а штамп компьютерный – это натуральный. Вот так вот получается в первых, повторяю, удостоверениях. Могу вам сказать, значит, настроение крымчан, вот я с крымчаном не очень много было знакомых по роду моей деятельности. То есть, одна вера не есть одна нация. На самом деле, крымские татары не очень стремятся, будем говорить так, к туркам. Ну, очевидно, какие-то есть свои. Я не могу в тонкости в эти влазить. Может быть, не имею такой возможности. Может быть, это надо очень далеко копать. Вера у них одна, да, помощь у них. Но вот объединиться татары крымские, ну, почему-то не хотят. Даже с татарами казанскими. Не то, что с турками. Крым дело тонкое, согласен. Да, Крым дело тонкое. Ну, и крымчане называют себя крымчане. Почему? Потому что, ну, винничане называют себя винничане. Единственное, конечно, вот эта автономия, я предупреждал, что, ребята, вы будете кормить просто две кормушки. Вы кормили одну, будете кормить две. Ну, собственно, уже и автономии это никакой нет. Какого единого не стоила при Украине эта автономия, а при России она и тем более вообще ничего не стоит. Послушайте, я вот к вам, как карателю, танкисту, родом из Крыма, который служил в Беркуте. Ну, тут у вас такой букет, честно говоря, я сам несколько шокирован. Кстати, ну, выньте опять для вязчивого драматизма. Да, так, так, так. Ну, мы же не на радио работаем, а на телевидении. Так, я вот так его даже положу, чтобы он лежал. Вот, я так понимаю, что вы, как бы, домой все же собираетесь вернуться. И даже вот сначала овладели БТРом, БМП, а сейчас стали наводчиком танка. Вы именно каким образом вот собираетесь въезжать в Крым? Уж не на танк или часом? Тут, с одной стороны, правый сектор готовится, что вот люди с утра проснутся, а флаги висят другие, и очередь на переправу. А танк будет все-таки широковастенький, да? Ну, я все-таки, наверное, возьму БМП. Потому что мне надо выяснить еще, кто там вывешивал российские флаги. В БМП и патронов побольше, да, в танке там в коробочке 250, надо коробочки менять. За парк, а 28 снарядов, все. В БМП снаряды поменьше, но их 40, да? Ну, а ты патронов 2000. Ну, выяснить можно что-то, правда? Ну, что я вам скажу? Я, в общем-то, конечно, несколько обезкуражен этим разговором. С другой стороны, я рад, что не пригласил политолога, эксперта широкого профиля и так далее. Тех людей, которые рассуждают о тех вещах, которые в жизни никогда не видели, например. Вот, пришли люди действия. Ну, замечательно. Может, люди действия еще буквально очень коротко, по два предложения. Можете передать кому-то в Крыму привет. Или на других оккупированных территориях. На оккупированной территории Российской Федерации ее придется тоже, кажется, освободить. Ну, я пользуюсь возможностью обратиться именно таким образом, а не через закрытые каналы. Я хочу дать понятную абсолютно и внятную информацию тем, кто понимает, о чем идет речь. И хочу сказать, что мы переходим к второй фазе наших действий. Поэтому будьте готовы, начинайте работать. Спасибо вам и слава Украине. Вы расширяете переправу. Те, кто меня сейчас видит и слышит, они поняли, о чем я хочу сказать. Дед Черепашка. Ну, я хочу передать привет не российским оккупированным территориям. На самом деле есть, конечно, такие. Почему Буряты у нас воюют? Ну, китайцы оккупировали Буряттию. Ну, мне вообще как бы жаль, например. Я передам оккупированным территориям Украины. Передам Крыму. Буряты тоже оккупированы? Донбассу, да. Ну, это на украинской территории. Курской, Белгородской области, Кубани, Ставрополь. Да, да, да. Сибири. Ну, сказать только одно. Держитесь, ребята. Не так это долго будет. Мы придем. Мы придем, мы побеседуем. Они такие мы кровожадные. Можете не переживать. Ну, тут будем считать, что сеанс вот этой вот связи, будем считать его законченным. Наш эфир наш заканчивается. Еще раз с днем сухопутных войск Украины. Всего доброго и до скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова